Впервые после отравления дочь бывшего двойного шпиона Сергея Скрипаля, Юлия Скрипаль, встретилась с журналистами. О чем она рассказала и как себя чувствует, расскажет Светлана Чернецкая. После 20 дней в коме Юлия Скрипаль впервые появилась перед камерами. Со дня покушения прошло почти два месяца. О том, что девушке чудом удалось вернуться с того света, напоминает шрам на шее. И хотя ее выписали из больницы, лечение и реабилитация продолжаются. Известно, что сейчас Юлия живет в Лондоне в засекреченном месте. Ее жизни все еще может угрожать опасность. В заявлении Юлии никаких шокирующих обвинений не прозвучало. Вероятнее всего, это выступление было сделано исключительно для российской публики. В Москве не единожды заявляли, что девушку удерживают в Британии насильно. И вообще выдают за нее другого человека. Я убедительно прошу всех уважать мою личную жизнь. И личную жизнь моего отца. Нам необходимо время для полного выздоровления и принятия всего происшедшего. Я признательна российскому посольству за предложенную помощь. Но сейчас я не готова и не хочу ей воспользоваться. Отца Юлии, экс-полковника ГРУ, тоже уже выписали из больницы. Он находился в коме дольше дочери. Около месяца. И скорее всего, именно он был мишенью покушения. Сергей Скрипаль – бывший двойной агент. Он работал и на СССР, и на британскую разведку. В последние годы жил в небольшом городке Солсбери. И туда он вряд ли когда-нибудь вернется. Именно в доме Скрипаля обнаружили наибольшее количество нервно-паралитического вещества «Новичок». Это оружие химического поражения, которое разрабатывали в Советском Союзе. Лондон обвиняет Москву в покушении на отца и дочь. И возмущается применением такого сильнодействующего вещества на британской земле. Россия же продолжает отрицать свою причастность. Светлана Чернецкая, Валентин Белич. Подробности – Британское бюро телеканала «Интер». Британское бюро телеканала «Интер».